Ты порадовал меня, молодой мозг, и пока мое сокровище в сохранности, я буду спокоен. Таким образом твоя жизнь будет иметь смысл, пока он благополучен, ты будешь благополучен, так как ты часть стаи, если твоя плоть падет, она будет возрождена, не бойся о ничего, пока ты встаешь. Сейчас ты достаточно силен, чтобы познать вместе со стаей путешествия сквозь пространство. Так мы создадим выход из этого опасного мира и сохраним Кризалис внутри Ульга, на планете Чарна. Остатки флотилии протосов все еще есть на орбите планеты, они будут пытаться блокировать наш скачок. Моя стая поможет тебе, мозг, если потребуется помощь. И вновь конец брифинга, мои дорогие друзья, с вами снова я, Дезерфир, и мы продолжаем прохождение этой замечательной игры. Нам дали одних из самых крутых юнитов в данном случае, это кто? Как вы думаете? Ну давайте, ну назовите знатокик, кто же это такие? Вот прям вот вообще не знаю, кто это такие. Давайте, жду ваших комментариев. Ну а если честно, то вы все должны знать, кто это. Это очень хорошая мутата, которая очень радует нас всех. Маяк Зергов, собственно, он перетащил этот объект. Ты можешь управлять моими слугами, как пожелаешь. А, то есть уже могу, да? Окей. В общем, он перетащил данный объект сюда, и теперь у нас есть возможность получить нечто полезное. Мы будем пока что строить все и все, что нам нужно. В данном случае это кучка рабов. Пока у нас есть мутата, у нас будет все хорошо. Ну и, кстати, надо будет впоследствии развить действительно весь пен. А пока просто добывать все и вся. А с двух баз, как вы понимаете, можно добывать все просто замечательно. Поэтому почему бы этим лишний раз не воспользоваться? И авторы нам как бы заранее намекают, что газ расположен довольно далеко. Почему бы тебе туда не подвезти что-нибудь полезное? Не так, нам на этот раз доступна мута, разрушитель требует шпиль. Но вообще это как бы слепень типа из второй части. Ну точнее во второй части он называется слепень. Ну или как-то так. Он взрывает воздух и очень классно работает с этим. А не пошел бы ты нафиг, мой дорогой друг. С фига ли ты, прости, на меня так нападаешь. Я так сижу себе, главное отдыхаю. Вдруг понимаю, что на меня кто-то напал. Ладно, пока мы будем развиваться. Нам нужно много рабочих. Очень много рабочих. И да, в первом стархафте я иногда не всегда замечаю, что где и как на меня нападает. Подземная колония просто замечательная штука, честно говоря. Скоро мне пригодятся владыки. Я думаю, почему бы не мутировать лишний раз владыку. Единственный минус первой части. В том плане, что по-моему там сразу строилось несколько одинаковых юнитов, если у вас хватало на них денег. А у меня хватало на двух владык и у меня хватало личинок. Поэтому у меня строится сейчас две штуки владык. Это не очень хорошо с одной стороны. Ну то ладно, ничего страшного. Тут уже не попишешь, не поделаешь. Хорошо, хорошо. Мы построим сейчас с вами еще один замечательный улин. За счет нашей замечательной подруги. Необходимо больше минералов. Оу, я лоханулся. Ладно, будем продолжать добывать минералы. В принципе, сейчас построим уже фактически. Вот-вот. Так. Собирайтесь, пожалуйста, в одном месте. Воу. Как здесь весело. Ну то-то. Ну то-то спасло меня. Так. Ладно. Пора бы уже делать что-то более внушительное, чем... Просто владыки. так. БХ. БХ, 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 БХ. Отводим немножко. Еще раз. БХ. Ставим. И у нас появляется газ. Газ. Замечательно. У нас появляется газ. У нас здесь, кстати, проблема то в чем? То, что у нас здесь есть очень нехорошие ребята. Которые просто стоят и нихрена не делают. Кстати, мы, по-моему, можем мутировать в... 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 наши дети атакованы на пушка конечно довольно много зерлингов перебивает но хотя бы они смогут так быстро на меня нападайте спауниться прямо здесь например отводим обратно и вот мы уже имеем более-менее внушительную армию ну пусть не очень сильно но уж точно внушительную так что я хочу сделать на что у нас завод на е экстрактор окей что она здесь делают ладыки хорошо точно у нас нету виспена как я мог забыть об этом пока мы продолжаем мутировать и наших малявок все у нас так сказать будет хорошо через автоатаку отправляем смотрим без ускорения малявки с крылышками не нужно без крылышек точнее не очень но драгуны против малявок в принципе были ни о чем поэтому можно с более-менее спокойной душой уничтожать все и вся и не особо париться здесь конечно малявок разберут мы убили одного драгуна как минимум и это в принципе все что мы сделали так главное не давать атаковать подземную колонию иначе у нас будет обида проблемы и так далее оставим собственно наше скопление зерлингов в определенных местах и будем продолжать добывать что-нибудь полезное например вот так сделаем высадку сюда этих высадку сюда теперь нам нужно больше владык хорошо что у нас там владыки на о и ибо оверсиры ибо оверсиры нам нужен газ срочном порядке давайте мы даже знаете сделаем еще одну типа вот так нам этого принципе должно хватить довольно большое количество малявок в принципе можно чисто ими затащить при желании сейчас у нас накопился газ мы делаем малявкам улучшение ускорения у нас построилась куча версиров и забываем клепать новых малявочек ой это как-то неправильно это получилось но окей хорошо и мы клепаем улучшение для одной из наших главных баз надо кстати потихоньку как-то развиваться и потихоньку строить что-нибудь полезное в виде например мутировать в логово давай мутируй в логово подруга с минералом ушла ну ладно ничего страшного не сильно критично хоть и обидно но не сильно критично так вот сейчас у нас в валюши не завершится омут я думаю что можем пока что прогуляться в эту сторону поглядеть что есть нашел врага это печально когда мы атакуем зелков малым количеством собак это конечно очень печально посозил кимба все-таки как-никак да мне сюда лучше с малявками не соваться но ничего страшного ничего страшного мы в любом случае сможем породить больше народу так способ закапываются хорошо мне в принципе пригодится и после вот этого момента я сейчас буду улучшать и строить в основном гидру потому что она мне здесь нужнее после чего выйду уже в прямую на нашего врага в принципе можно выйти конечно через муту тоже вариант но проще проще выходить через гидру она и быстрее и эффективнее поэтому проще проще выходить через нее как-то вот так все клепаем вот сюда малявок которые здесь есть чуть выдвигая вперед желательно скапливаем их в одном месте как-то так отлично потому что вот этого количества как раз хватит туда и туда и будет нам счастье друзья мои будет нам счастье продолжаем подклепывать понемножку наших друзей в виде гидры вот у нас завершилась эволюция будет быстрее бегать теперь у нас наши гидра атака дальнего боя чуть-чуть не его недостаточно нужно сотня сейчас мы этим воспользуемся и будет у нас гидра еще и бить очень больно вот у нас так гидры есть даже фактически два сейчас будет так что я думаю что в принципе все хорошо наши дети атакованы что серьезно драгуны и давать девши так знаете что я думаю ребят пора все таки нападать протасом потому что это неправильно когда они атакуют наших так сказать детей что делают зерги зерги очень классно берут и начинают уничтожать все и вся главное не столпится особенно классно я бы даже сказал в каком-то смысле замечательно все это дело снимает наша замечательная гидра который мы можем завести наверх и атаковать сверху что будет небольшой бой в каком-то смысле потому что мы не будем попадать под действия противника а вот он под наши атаки попадать вполне себе будет так ладно хорошо вы не хотите так делать спускайтесь и вниз медленная гидра ну да ладно продолжаем тем временем клепать еще 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 но я все же жду когда мне в валюши не дадут плюшку бедный 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 чувачила он не дошел убегаем гидра танкуй к гидра выжила отлично сейчас надо будет еще вниз слетать так нам нужно кучи зерлингов нам нужно кучи зерлингов а прям кучи 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 продолжаем атаку наша задача истребить протасов атак у нас кучи малявок кучи малявок в бой так все замечательно хорошо мы потихонечку продвигаемся туда-сюда чего и не хотят идти вперед иногда нет просто угнетает так ну я как бы достиг маяка но что мне нужно было здесь сделать я к сожалению не помню так задача миссии доставить кризалис к маяку вернуться к игре да в принципе как бы несложно его доставить можно меня не помню кстати как его доставлять по моему ну не с их помощью точно для этого по моему нам нужны владыки которые переносят собственно груза а чтобы их улучшить что-то нам сейчас посмотреть что надо сделать так шпиль так ты давай мне построить что-нибудь тоже полезное например эволюшен у нас есть топ а чего у нас кстати нету гидры круто рождение экстрактор колонии оползня вот колонии оползни нам нужны все время забываю что где и как колонии строятся так в принципе все замечательно вот у нас здесь куча малявок которые просто что угодно может уничтожить база тосов находится по моему снизу вот здесь вот наши дети атакованы чаще мне слышится как будто плети атакованы но окей пошлем туда малявок после чего пошлем туда гидру давайте уничтожим тем временем все и вся на этой замечательной базе как вы видите маленькими пачками мы спокойно можем все равно уничтожать все и вся главное не давать протосам опомниться тем не менее они присылают на меня постоянно своих юнитов аля драгунов либо зиотов надо как-то с этим делом справляться все таки надо уничтожить это здание серьезно серьезно это тебе не поможет я уже построил Нужных мне юнитов Ну да ладно От всех эволюций Меня уничтожили эволюшн Так, е Короче, пока я уничтожаю их Они уничтожают меня В принципе, все логично Все хорошо Моя гидра сильнее, чем и гидра Так что все класс Ладно Так, СД, СД, СД Все сюда, сюда, сюда А восстановить зазергов Все очень просто Если у тебя в принципе все было хорошо То восстановить свою базу Зазергов, это просто изи Изи Нет маленькие пробки Вам не судьба оказаться Живыми На этой планете Потому что она будет захвачена зергами Так, и все же Как не перенести маяк зергов Тянь, 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 тянь Неужели рабочими А, ну да, правильно Рабочими, точно О, точняк Точняк, точняк, точняк Точняк, точняк Точняк, точняк Точняк В принципе здесь больше ничего не осталось Все уничтожили У всех довольно большие проблемы Мой раб пытается обойти все это непонятное дело Это непонятное скопище всего Я честно забыл, что рабом можно относить все это дело Тесно-честно, ребят, я забыл Простите меня, пожалуйста Ну что ж, наш рабочий вместе с одной гидрой сейчас донесет маяк на место маяка И все будет хорошо Короче, кокон отнес и все Приготовься к первому прыжку сквозь пространство Мозг Тянь Вот такие вот дела, ребята Всем спасибо за просмотр С вами был, как всегда, Дезертир Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok